Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Сегодня 11 ноября. Да, кстати, оказывается, уже всем дали тепло, а я, оказывается, в этот момент профукал. И у меня единственная квартира, которая без тепла и счастья. А все почему? Потому что постоянно я на работе. В общем, договорились мы на субботу, что мне все-таки в субботу дадут немножечко возможность продышаться. Продышаться, продышаться, еще раз продышаться. Сегодня у меня есть небольшой прокатик. Для вас поснимаю сегодня кое-что интересное. Скорее всего, сегодня я буду снимать для вас недвижимость в Адвере. Я покажу вам квартиры в жилом комплексе Триумф, которую вы можете приобрести. Покажу вам апартаменты, скорее всего, если у меня все получится, все будет прекрасно. Ну и в конце концов, мы с вами... Сегодня вы сможете у меня на канале увидеть две авторички с острова Мечты. Это 34 квадратных метра и 50 квадратных метров по цене ниже рынка. И сможете получить возможность увидеть квартиру просто с огромнейшим дисконтом. С огромнейшим дисконтом, которую вы можете посмотреть, в свою очередь, в Оглях Сочи. Классная квартира с обалденным ремонтом. Ну, реально очень крутая квартира. Я вам серьезно говорю, ребят. Я говорю серьезно, даже лучше видеоролик не смотреть, вы обязательно влюбитесь. Квартира действительно бомбическая. Да, кстати, 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 кстати. Если кто-то из вас мечтает переехать в свои прекрасные квартиры, если у вас квартира есть либо в жилом комплексе Паре Горького, либо в жилом комплексе Остров Мечты, либо где-нибудь на Первомайской и так далее, если у вас есть огромное желание переехать в дом, то у меня для вас есть хороший домик в 200 квадратных метров, в 400-ке земли, улица Воскогорная. В принципе, там все хорошо, все сделано с ремонтом, с техникой, с мебелью. В общем, дом стоит 40 миллионов такой. Это дешево. Обычно в твоей локации дома стоят 50. Но если кто-то хочет поменяться, именно поменяться, да, поменяться. Бывает же такое, как я в свое время дом поменял с доплатой на квартиру, потом еще там целую кучу махинаций проводил. Можете ко мне обращаться. У кого есть хорошая квартира в пределах 40 миллионов рублей, и кто хочет офигенный дом в пределах этой же суммы. Я вас сведу, и вы поменяетесь. В пределах 40 миллионов рублей. Поэтому мне надо там, правда, ставить свои амбиции, что у вас, например, квартира 78 квадратных метров, по своей мечте стоит 40. Нет, она стоит от 30 до 35 миллионов рублей. Не 40 она стоит. А вот тут дом действительно не жирный. Ладно, давайте с вами пробежимся с вами дальше, да. Итак, у меня там как будто постоянно все пищит от удовольствия. Когда-то, знаете, получает немножко оргазм. Давайте еще раз, чтобы оргазм был более такой продуктивный. Мы проезжаем жилой комплекс «Сокол». Хороший жилой комплекс. Почему я его в свое время себе не купил? Ну, во-первых, он был дороже, чем «Мостаж мечты». Это раз. Во-вторых, мне не хотелось низкие потолки. И в-третьих, в-третьих, как бы, был один такой момент. Мне там одна квартирка нравилась на втором этаже. Ну, реально классная квартира. Я бы ее взял бы. Хороший ремонт все. Но она стоила на тот момент 21 миллион рублей. И я разговаривал с той девочкой, которая продавала. Она не хотела. Если бы она хотя бы за 18 миллионов рублей ее дала бы, я бы согласился. Нашел бы где-нибудь еще дополнительные 3 миллиона. Но не спускалась, поэтому не купил. Однозначно, если мы будем смотреть с вами цены, то жилой комплекс «Сокол» он прямой конкурент жилому комплексу «Ривьера». Потому что что «Ривьера», что «Сокол» они стоят немножечко дороже, чем, например, тот же самый «Остров мечты». Вот, как бы так. Ну, выбирая между «Соколом» и выбирая между, например, жилым комплексом «Огни Сочи», вы, наверное, знаете, что я, ну, как бы лучше бы проголосовал бы за «Сокол». Однозначно. Выбирая между «Соколом» и «Огнями Сочи», «Сокол», конечно же, будет, ну, в разы лучше. Тут даже и вариантов не может быть. Ладно. Любителям вседозволенности выписали штраф на 5 миллионов рублей. Что значит вседозволенности? Это означает, что которые сам... Ну, берутся, делают врезку, да, там, как бы, в водоканале и так далее. Просто берут, а, ладно, врежем себе по беспределу, да? Помните, как у меня, когда я жил в «Мелодии леса», когда у нас просто врезку сделали в газ по беспределу. Просто там, хоп, врезались там без динут документы. Потом нас на 9 месяцев оставили без газа. Вот здесь примерно ситуация то же самое, только с водой. Ситуация то же самое, только с водой. А мы с вами ползем потихонечку дальше. А мы с вами ползем потихонечку дальше. Что ты там смотришь на меня? Значит так, главврач рассказал о главной защите от ковида. Он говорит, ну, блин, ну, ребята, извините, ну, как бы, защищайтесь, сидите дома, как бы, больше витамин, больше витаминов Е, Б, С и В, 38. А тем временем коренной, коренной сочниц рассказал, какие города рассматривать для ПМЖ. Ну, он, например, говорит, Сочи, конечно же, город супер, супер. Да, город Сочи просто потрясающий. Но я бы, говорит, рассмотрел еще Геленджик, рассмотрел бы Новороссийск и посмотрел бы Краснодар. Посмотрел бы Краснодар, конечно же. Ну, вот вам и ответ. Итак, с правой стороны мы с вами проезжаем такое стеклянное здание. Стеклянное, это у нас тот самый, та самая гостиница Москва, которая была построена за 13 месяцев. За 13 месяцев была построена при советской власти. Ну, и опять же, да, на его месте хотели много чего интересного сделать. Ну, реально, много чего хотели интересного сделать. По итогу ничего интересного не сделали. Все это заморозилось и тому подобное. Сейчас вроде отдали это компании Альпики Групп, даже не вроде, а они уже даже открыли в продаже и так далее. И вот реконструкция, знаете, и ты начинаешь задавать себе такой вопрос. Ну, как так-то вот, да? Советские люди, человеки, блин, взяли за 13 месяцев, ну, кто-то говорит, 14 месяцев, ну, вроде бы я нашел в источниках, что 13 месяцев. За 13 месяцев они берут и выстраивают просто шикарную гостиницу, готовую под ключ, да? Через 13 месяцев там уже останавливаются первые люди. Ну, берут, потому что и выстраивают. А здесь, получается, с 2009 года там пытались там ее снести, пытались там то сделать, пытались там сделать торговый центр, пытались построить две высотки, там, не знаю, там, пытались еще что-нибудь, в общем, пытались все, что угодно. И в итоге начали даже, даже бешеные кредиты на это взяли. А толку нет. Стоит просто там, да, памятник коррупции, или, не знаю, памятник архитектуры, или памятник какого-то беспредела прекрасному городу Сочи. И все. Вот ты думаешь, ну, как так-то, да? Вроде живем в прогрессирующем веке, а в итоге получается, что раньше, оказывается, все было поинтереснее. Может быть, воровства было меньше, может быть, еще что-нибудь, может быть, коррупция не такая была, да? Потом Атлантис полностью стоит, готов, а до сих пор вот в эксплуатацию не получает. А все почему? Потому что тому дай кусочек, тому дай кусочек, тому дай кусочек, всем дай по кусочку, и ничего, как бы, и не знаю, да, и препятствует. Ну, вот такая штуковина. Если честно, я вот этого местного не понимаю. Конечно, он тоже, говорит, после города Сочи очень тяжело, знаете. Тут все равно, что вот если кто-то из вас когда-нибудь в жизни купит себе Audi Q8, ну, либо Q7, и вам нереально тяжело будет потом пересесть на другой автомобиль. То же самое, что Сочи. Если, например, в Сочи немножечко пожили, ну, бывает же такое, в Сочи прям немножечко пожили, потом вам тяжело будет после Сочи куда-то другое. То же самое с автомобилем. Вот если, например, вот после Тойоты ты садишься на любой автомобиль, и любой автомобиль просто песня, просто бомба. Любой автомобиль. Понимаете? Вот после Тойоты это просто... вчера у меня был прокат с клиентами, да, они с Хабаровска, соответственно, всю жизнь передвигались на 570-х, там подобное и все, а это раз, ну и как бы так получилось, что случайно взяли Тигуан, да, хотя как бы тоже не разделяли мои взгляды по поводу автомобиля, да, ну автомобиль в Хабаровске должен быть Тойота, ну как бы, а если не Тойота, то Лексус, а если не Лексус, то Тойота, и потом, говорит, просто офигели, ну как так, вот как может быть автомобиль такой быстрый, да, 200-сильный, Тигуан, так быстро он может ехать, у него могут быть тормоза даже, ты едешь по трассе, никакой не усталости, ничего, просто остались в диком восторге, ну как так-то, но есть стереотип, что Volkswagen говно, поэтому мы будем брать и мучиться с прекрасным японским автомобилем, ну вот переехали они в Сочи, и видите, открываются глаза, что оказывается, это есть другие автомобили, оказывается, есть другая параллельная реальность, оказывается, бывают автомобили шумоизоляции, оказывается, есть автомобили, у которых есть динамика, оказывается, есть автомобили, у которых есть тормоза, в конце концов, представляете, оказывается, есть те автомобили, на которых ты на трассе едешь, и ты получаешь кайф, а не просто гребанное извращение, не ловишь дорогу и так далее, понимаете, оказывается, это бывает, ну вот, видите, Сочи, это город открытий, кто переезжает в Сочи, для себя очень много чего открывает. Алексей Копейгородский поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником в Сочи. Ну, знание ему говорит, ну, в Сочи, в Сочи, в Сочи, в Сочи, говорит. Он говорит, сколько наркоманов, столько всего. Ну, я думаю, что, наверное, сотрудники, может быть, наркоконтроля и так далее, может действительно отрабатывать свой хлебушек по полной программе. Здесь я даже спорить не буду, здесь я полностью согласен. Но если, например, мы возьмем, например, штук гаичников, ну, я думаю, что Алексей Копейгородский никак в жизни ни одного гаичника не поздравит, потому что гаичники здесь, мягко говоря, больше из категории, не знаю, непонятно, для чего они нужны, непонятно, чем они занимаются. А вот если, например, возьмем сфотки, вот потому как там, ну, как бы, всяких наркоманов отлавливают, в том числе и крупные, то да, поэтому посмотрим. Хоз построиха загорелась в поселке Сочи. Ну, как загорелась? Ну, загорелась в хорошем таком знаковом месте, это на Краснополяне, ну, и, соответственно, наверно, на этом месте что-то теперь вырастет. Просто так ничего у нас никогда не загорается. А мужчина среди ночи обокрал автобус в Сочи. Вот видите, как вы говорите, рифму. Мужчина среди ночи обокрал автобус в Сочи. Вот так бы. Наша рифма, как говорится. Мужчине 53 года, уже ранее сидел, ну, и, в общем, в автобусе он украл 4500, и теперь улетит, скорее всего, опять в те же самые свои родные края на два года. Я могу сказать, что сейчас не очень хорошая ситуация в стране, и каждый день, каждый, каждый божий день, конечно же, воровства и тому подобное будет становиться все больше, 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 больше и больше. Поэтому, вот как бы так. Кстати, тоже хорошее знаковое место, которое мы спереди сейчас смотрим. Я про него отдельно вам расскажу. Здесь тоже, как бы, на этом фоне снимался у нас фильм «Бриллиантовая рука». Там немножечко были моменты. Еще, конечно, такого отеля звездного, такого корпуса большого не было, вот именно в таком виде, который вы сейчас видите. Но все равно много чего тут интересного было. Тоже про этот момент мы вам всем, конечно же, расскажем. Ну, нельзя выезжать на перекресток, когда у тебя затор. Ну, зачем это делать? Ну, нельзя выезжать на перекресток. Офигеть. Давайте мы лучше прямо пройдем. Ну, зачем вы выезжаете на перекресток, ребята, если у вас там затор? Наглый встал и все. Ладно, давайте дальше. Короче, в общем, воровство сейчас, как говорится, у нас процветает. Современная лучевая терапия помогает бороться с онкологией в Краснодарском крае. Современная лучевая терапия. А, там женщина за рулем. Давайте мы так вот все проедем, вот так вот мимо. И она даже не может подвинуться специально, что ли, прям делать принципы, скажет, все скажет. Это обычно вот женщины 45+, которым, ну, как бы, не хватает того, что должно быть, и все. Как мне мой физрук говорил, неудетворенный мужчина, это очень даже плохо. А вот неудетворенная женщина, это, сука, страшно. Так говорил наш физрук, Вячеслав Васильевич. Ну, посмотри, говорит, нашу директорису, пойми, почему у нас такая жопа в школе. Ну, вот так вот. Короче, не туда я сунулся, ребята, если честно. Не туда я сунулся. Не туда я сунулся. Ну, ничего страшного, проедемся с вами. Да, не можешь, как вы увидите, город с другой стороны, сейчас по Заречным району проедем. Зачем я так поехал, хрен узнаю. Хотел там немножко показать вам, ладно, пойдет. Просто на вопрос, почему я не хочу жить в центре. Ну, потому что вот примерно так и происходит, поэтому не хочу. Стало известно, когда устранят топливное пятно в морском порту Сочи. Знаете, как бы устранить не проблема, просто не могут понять, откуда это пятно, соответственно, нефтяное, оно взялось. Небольшое, но оно взялось. Вроде бы катера все современные, красивые, дорогие. Но откуда оно могло взяться, никому не понятно. Поэтому сейчас разбираются и устранят. А, кстати, в Сочи стартовал сезон сбора хурмы. Если кто-то у нас бывал в Адлере, то понимает, что хурма почти везде. Хурма, она есть. Действительно, хурма сейчас спелая, хорошая. Я, например, хурму не люблю. Но сочинскую хурму я с большим удовольствием готов поесть. Потому что, ну, это действительно, это прям, действительно, это вкусно, это классно, это потрясающе. Хурма в Сочи, это бомба. Незаконный парковочный ограничитель сносит в Сочи. И сказали, что будет рейд до тех пор, пока не снесут последний этот, вот этот самый ограничитель. Я вот специально сегодня прям возьму и дам советы, да, прям специально дам советы, вот, сносят. Чтобы они приехали в жилой комплекс «Мелодия леса» и, ну, как бы, навели там порядок. Потому что там это такой беспредел с этими всевозможными. Да, кстати, сюда же относятся не только те самовольные лягушки и тому подобное. Сюда же входят и те самые ограничители, да, эти всякие цепочки, пердечки и тому подобное. Сюда же, в принципе, входит все. Потому что, ну, опять же, да, там очень много случаев, когда пожарные не могут проехать и так далее, да, когда скорая не может приехать. Я считаю, что правильно делать. И вот эти вот лягушки, вот эти, которые вы ставят, да, вот в этом районе тоже, в Зарече, там тоже самовольно очень много. Ничего хорошего нет. Вандалы разгромили парк у пруда в Сочи. Ну, как в Лазаревском, само собой там. Чем дальше ты от центра Сочи, тем больше у тебя колхозников и тому подобное. Тем, соответственно, почему вот этих моментов, да, например, в Адлере, в Лазаревском, вот эти вот, да, там, вандалы и тому подобное. Почему таких моментов больше? Вот я вам открою маленький секрет. Почему больше? Вот почему? Ну, потому что чем человек беднее, тем меньше, соответственно, у него интеллекта, это уже доказано, тем меньше у него определенных таких навыков, да, как бы, есть приобретенных, да, не условно рефлекторных, а именно приобретенных, да, не надо путать. И само собой тут получается, да, в Лазаревском там сделали вот свежий парк, да, я про это говорил три дня назад. И три дня даже не продержался, взяли его и расхерачили. Просто взяли и расхерачили. Для кого спрашиваться делали и так далее. Если мы возьмем, например, центр Сочи, то таких эксцессов в Сочи, в центре, ну, меньше, ну, реально меньше. Потому что люди в Сочи выбирают, там, как бы, да, отдых-то не дешевый, но понимают, что, наверное, как бы, это круто все. А вот, например, если возьмем с вами вот тот самый, например, Адлер, да, там всегда тоже что-то крушат, что-то делают. Если возьмем с вами Лазаревское, если возьмем с вами Головинку. Ну, потому что люди, люди, которые туда едут, они изначально едут туда не потому, что, как бы, там не нравится, потому что не хватило денег на Сочи. А раз не хватило даже денег на Сочи, да, как бы, а Сочи самый дешевый курорт, в Турции дороже отдыхать, то, соответственно, и, ну, соответствующие уровни развития у них и так далее. И все. И поэтому, конечно, поэтому я никогда в жизни не выберу себе бюджетное место сейчас ни для отдыха, ни для ПМЖ. Потому что я знаю, что такое, да, вчера даже проезжался просто, я просто офигел, да, как, как вот люди, вот, не знаю, там, что там сейчас, мелодии леса, там, этот мусор опять везде валяется все. Ну, е-мое, я думаю, ну, как так, что с вами не так? Ладно, дерзкий инвестиционный спрос на недвижимость. Что значит дерзкий? Это не значит, что там дерзкий спрос на недвижимость. Ну, как бы, это такое двоякое, знаете, продавцы, они продают, да, и иногда можно сказать, что дерзкие цены на недвижимость. Это да, но иногда человек, особенно если у него есть, не дай бог, там, 4 миллиона рублей, а еще если у него есть наличка, ну, это не я говорю, это у нас говорит Кирилл Флутков, если у него есть еще и наличка, еще и 4 миллиона аж, понимаете? Ну, 4 миллиона, чтобы вы понимали, это вот за эти деньги можно, в принципе, купить себе бэушный Volkswagen Tiguan, потому что новый Tiguan стоит 5,5, ну, бэушный ты можешь купить, ну, это большие деньги. 4 миллиона, это ты можешь купить себе бэушную Camry, потому что новую Camry за 4 миллиона ты не купишь. Ну, вы должны понимать, что 4 миллиона, это реально хорошие, обалденные деньги, это охерительные деньги. Ну, и, в общем, что у нас получается? Получается у нас такая картина, что человек, когда обращается, если у него есть 4 миллиона наличка, то он считает, что даже те квартиры, которые сейчас продаются по 20 миллионов, по 30 миллионов, они должны взять, увидеть его и сказать, ни хера себе, ты же наш спаситель, у тебя аж 4 миллиона рублей есть, ни фига себе, Tiguan, что ли, продал? Или там RAV4, что ли, продал годовалый? И все. И эти люди, у которых особенно вот эта ценовая категория, они считают, что они цари и боги, что там им должны делать там супер скидки, перед ним должны вываливаться целая куча предложений и так далее. Вот мы их называем обычно 4-х миллионники. У них вроде 5 еще нету, но и больше, чем 3. Вот 4-х миллионники, это самые такие дерзкие люди, они считают, что им вокруг все должны. Ну и, в общем, удивляются, когда их все посылают нахер. И с ними, когда даже риэлторы особо не хотят церемониться. Вот у меня переписка есть, не буду вам выкладывать скриншоты. Там, думаю, у меня все максимально... А вы тоже не работаете в этом сегменте? Я говорю, ну почему работаю? Вот, меня уже 8 риэлторов от меня отказались. Ну, отказались, это значит, послали нахер. Потому что с такими амбициями, там, да, там, что за 4 миллиона все вокруг должны где-нибудь квартиру. Я спрашиваю, а что вы ищете-то? Говорит, я ищу себе квартиру. Я говорю, ну классно, говорю, какую? Не меньше 40 квадратных метров. Я говорю, хорошо. Мне нужна ровная поверхность. Мне нужно недалеко от моря и так далее. Я говорю, ну примерно, да, какие вы. Ну вот мне понравился дом Новоровского 41. Я говорю, ну хорошо, еще что понравилось. В принципе, парень Горикова, говорит, далеко от моря. Ну да ладно, говорит. Ладно, дом вроде неплохой, я с этим смирюсь. Я говорю, ну хорошо. Ну, парень Горикова, ну ладно, думаю. Я говорю, остров мечты может еще? Ну, там, думаю, надо же постебаться до конца, надо же добить. Не-не-не-не-не, остров мечты не предлагайте. Я говорю, почему? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, далеко от моря. Я говорю, ну 15 минут пешком. Ну да, 15, я же вам говорю, мне нужно возле моря. Я говорю, хорошо, говорю. А бюджет? Так, говорит. Ну, 3,5, но если квартира прям очень понравится, прям очень если понравится, то 4 миллиона. Я говорю, чего, рублей, доллар, чего? Ты, конечно, рублей, я говорю. И что, говорю, риелторы говорят? А риелторы говорят, что в этой цене нет. Я говорю, а вы с чего взяли, что есть? Он говорит, ну я умею читать. Я же смотрел и Авито, и Циан. И там предложения такие есть, говорит. Просто вы, риелторы, ленивые, вы не хотите работать. Я говорю, и вы, наверное, в таком тоне с каждым риелтором общались? Она говорит, да. Я говорю, наверное, они вас послали все нахер. Да нет, конечно. Ну, я говорю, ну это нормально, говорю. Когда, ну, это нормально, говорю. Я говорю, ну если хотите, говорю, я вам покажу ту суровую реальность. Ну, я скинул подборку, показал, что можно за 4 миллиона купить. Там всего лишь 5 объектов на весь Сочи. Находятся они, мягко говоря, в заднице и так далее. Я это смотреть не буду. Я говорю, ну хорошо. Ну, я же ее не послал, ничего. И, как бы, ну, Валентина, да? Ну, я же вас не послал. Нормально, даже культурно. 8 риелторов вас послали. Я даже не послал, даже с вами пообщался. Все хорошо. Ну, извините. Реальность такая. Поэтому вот есть такой сегмент среди риелторов, называют 4-х миллионники, которые ферзи и боги. Они считают, что 4 миллиона, если есть, а тем более наличкой, что они все, бога за яйца поймали. Все. Что они могут там, не знаю, там, хоп, знаете, там, квартира, к примеру, продается в «Острове мечты» за 14 миллионов в студии. 33 килограмма. А они ходят, хе-хе-хе, вон у меня, 4 миллиона, все, наличка, бейзи-пайотеки, все, давай 10 миллионов в скидку. Ну, они примерно так думают. Ну, нормально, короче, думают. Ну, а что, нормально, бьем? Ну, нормально, нормально. Да, кстати, я сегодня никого не оскорбляю, никого, это, про женщин ничего плохого не сказал, про Toyota ничего плохого не сказал, про это. Вообще никого ничего не сказал. Видите, я сегодня хорошо, я исправляюсь, я уже смотрю, фильтрую свой базар, как говорится. Значит, так, расскажем, как работает у нас «Роза Хутор». «Роза Хутор» вообще херово работает. Ну, как херово работает? Это хорошо, с одной стороны, потому что сейчас там профилактические работы, там то один подъемник закрывает, и другой подъемник закрывает. Но факт остается фактом. В любом случае, я столько фильмов в последнее время посмотрел, как там на подъемниках застревает, еще что-нибудь. Я думаю, пускай лучше они все сделают вовремя. Ну, серьезно. Пускай сделают лучше вовремя. И знаете, что, оказывается, все виды курения калечат и убивают. Понимаете? Ну, серьезно? Серьезно? Вот, вот, серьезно вот говорят, что вы знаете, что грамм никотина убивает лошадь. Тут сразу в комментариях, ну, как так, говорит? Мы видели, говорит, что Шабчак курил, говорит, и она, говорит, живая, здоровая. Ну, что вы, говорит, ученые, обманываете? Ну, бывает же такое? Бывает. Если честно, я сейчас стараюсь бросить тоже курить этот сраный кальян, потому что я никогда в жизни секретно не курил, а вот от кальяна избавиться тоже довольно-таки проблематично. Но я поставил цель, я избавляюсь, я сейчас курю гораздо меньше, но вот поставил такую цель. Потому что хочется жить дольше, счастливо, там, умереть в один день, там, такой молодой, красивый, энергичный и так далее. Да, кстати, на 8% нифига себе, какая девочка бегает, офигеть, за мной бежит, видите, за мной, за мной все бегают. Скажут, Максим, подожди, подожди, я хочу быть твоей женой, подожди, пожалуйста, вот так вот. Как, кстати, на 8% станет дороже? Ну, что значит на 8%? Ну, это значит, что если он был 6 рублей, станет почти 7 рублей. Ну, ничего страшного нет, ну, я думаю, переживем, переживем. Стало известно, насколько выросли доходы бюджетов в Сочи. Ну, кстати, при всем том, что вроде как бы у нас там апокалипсис и эморгидец, вот хоть в какой-то сфере наблюдается рост. Например, вот, вот, например, казна Сочи, она пополняется, у них рост. Ну, как так-то, раз и пополняется. Вот такая штуковина. Да, кстати, мы сейчас поедем с вами. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо на Кее. Тихо-тихо. Мы с вами, кстати, едем сегодня. Сейчас я видеоролики буду полюковывать. Я, кстати, сейчас снял для вас хороший сюжет, только единственное, что мне там микрофон немножко колпачил, поэтому пришлось там, не знаю, как-то колдовать, календовать и тому подобное. Тяжело, короче, было. И там звук не такой хороший получился, но я покажу тот объект вам, где пришел инспектировать этот объект мэр города, Капай-Городский, где он пришел просто офигел, говорит, нифига себе вы, ребята, красавчики, нифига себе вы, ребята, молодцы. А потом он захотел даже там купить себе пять апартаментов. Ну и, соответственно, так как он уже переехал туда, в тот момент, с Краснодара, он же тоже смотрел цену на Авито, на Циане, ну и решил там взять пять апартаментов. Потом узнал цену и все. И отрубился, да, там, знаете, как-то попал в это, в нокдаун такой продолжительный. Я покажу этот объект. Действительно, объект красивый, интересный, обалденный. Ну, доснял. Ценник тоже, мягко говоря. Я вот не знаю, вот посоветуйте, пожалуйста, мне. Вот что, что лучше. Закрыто. Закрыто. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, что лучше. Указать цену за квадратный метр. Вот. Зачем это, как на Мерседесе, падла встал, что даже, я не понимаю вот этих вот... Зачем ты стоишь что-то рядом? Указать цену за апартамент лучше в заголовке? Просто сейчас буду выгружать. Или указать цену за квадратный метр? Ну, чтобы легче было кому-то переваривать вот эти, ну, расценки. Как лучше для вас делать? Напишите в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам супер, потрясающего настроения. Желаю вам побольше позитива. Сегодня просто потрясающего года. Огромное желание у меня сегодня просто-напросто взять и поснимать для вас ту или иную недвижимость. Просто огромнейшее желание. Поэтому, ребят, попробуйте быстренько прокат сделать, а потом уже поснимать для вас то хорошее, что можно найти в Сочи, да, в Мерседес. Это, наверное, таксист. Хотя нет. Такой одежды не должен быть. Зачем стоять вторым рядом, никому не понятно. Ну, бывает такое. Не без этого. Ладно, ребят, пошел монтировать видео. Всем добра и пока.